Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Вокруг армянской церкви Карина образовалась свалка мусора, сброшенной муниципалитетом. Снег в провинции Оваджик, Персима этим утром создал сказочные виды. 29 ноября 1967 года открылся мемориальный комплекс жертвам геноцида против армян в Тицернака Берти. Неизвестные в Турции оставили российские надписи на домах Олеги. Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45. Совбез Турции обсудил вопрос геноцида против армян. Открылась выставка по случаю 225-летия первого армянского периодического издания «Аздарар». Вокруг армянской церкви Карина образовалась свалка мусора, сброшенная муниципалитетом. Жители области говорят, что если муниципалитет не прекратит свои незаконные действия, то армянская церковь Сурдминас, расположенная в районе Азизе, в Карине, полностью окажется подстроительным мусором. Напомним, что церковь была построена армянами в 1790 году и сейчас находится под угрозой разрушения. Он стал частной собственностью после Первой мировой войны. Церковь, принадлежащая гражданину по имени Сабри Эргин, проживавшему в Германии, была зарегистрирована в 2010 году как исторический памятник. Фрески внутренних стен церкви были в значительной степени стерты, а стены были снесены искателями сокровищ. В свою очередь муниципалитет сообщил, что для восстановления церкви необходимо разрешение Эргина, но последний не дает свое разрешение. Во всей Западной Армении погода ухудшилась, а в горных районах выпал первый снег. В провинции Оваджик в Терсиме зафиксирован первый снегопад в году. Сильный снег с раннего утра полностью покрыл город, деревья, машины и ближайшие окрестности. Фиксированные изображения с камеры напоминают красивые открытыки. 29 ноября 1967 года открылся мемориальный комплекс с жертвами геноцида против армян в Титернакаберте. Он построен в Ереване на холме Титернакаберте. Автор – скульптор Ван Хачатряна и архитектор Артур Тарханян, в соавторстве с Сашуром Калашаном. Согласно традиции, название Титернакаберте было получено от ласточек, живущих здесь, которые помогали языческим богам Вагану и Острыг сообщать друг другу новости. Инициатором идеи стал первый секретарь ЦК КП Армении Яков Зоробян, который в 1964 году составил докладную и центральные органы власти с предложением построить монумент в память о погибших армянах в Первой мировой войне. В качестве мотивации последних в данном вопросе Веробян предполагает намерение укрепить влияние на спюрк армянскую диаспору в русле советской пропаганды. Идея создания мемориала была публично озвучена в 1965 году в 50-ю годовщину геноцида. В качестве места строительства был выбран возвышающийся над ущельем реки Розданхолм Титернакаберт. В марте 1965 года был объявлен конкурс, на который были представлены 68 работ, из которых 4 дошли до финала. Из них был выбран проект архитектора Артура Тарханяна и Сашура Калашана. Согласно замыслу авторов, он должен был стать месой в память безвинно погибших и в то же время быть заветом для нас, выживших. Он должен был быть понятен всем, вне зависимости от национальности и вероисповедания. И, наконец, должен был стать центром, где будут документироваться и публиковаться факты с историей геноцида армян. Строительство памятника было завершено в 1967 году, а церемония открытия состоялась 29 ноября 1967 года. Руководство республики во главе с Антоном Кочиняном, первым секретарем ЦК Компартии Армении, посетило Цитернакаберт, возложило венок к памятнику, провело митинг, после которого Антон Кочинян зажег вечный огонь памятника. Мемориал стал местом паломничества всех армян. Каждый год 24 апреля сотни тысяч армян и иностранцев стекаются сюда, чтобы почтить память жертв геноцида против армян, совершенного турецким правительствами Западной Армении и Киликии в 1893 по 1923 годы. Мемориальный комплекс Цитернакаберт состоит из трех основных комплексов – храма Вечности, мемориала Возрождения Армении и мемориальной стены. Храм Вечности состоит из 12 каменных плит, расположенных по изогнутому кругу. 12 чисел выбраны на основе геометрических законов, но люди считают, что эти столбцы символизируют 12 крупнейших провинций Западной Армении. Неизвестные люди в Газемирском районе провинции Измир на стенах домов Олееве оставили красной краской знак «Х» и оставили российскую надпись со словами «Олееве убирайтесь». Правоохранительные органы Измиры начали расследование, официальный представитель партии «Справедливости и развития Оммерчевик» также прокомментировал инцидент, рассместив обращение в Твиттере. Правоохранительные органы проводят тщательное расследование этих безобразных высказываний против наших сограждан. Все будет раскрыто. Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджав на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих. В городе Насирия, в провинции Диккар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением. Также сообщилось о погибших в столице страны Багдаде. Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В Турции состоялось заседание Совета Безопасности, на котором среди прочих тем был поднят вопрос признания геноцида армян парламентами разных стран. Заседание, которое длилось 4 часа, возглавил президент страны Реджеп Тайпер Даган. Были строго осуждены и приняты решения о событиях 1915 по 1923 годы, в основу которых легли утверждения, лишенные исторического и правового основания, цитирует издание Ermenihaber.ay, заявление по итогам заседания. На заседании был затронут также вопрос военной операции, проводимой Турцией на севере Сирии. Было отмечено, что военная операция продолжится до тех пор, пока не будет достигнута цель. 28 ноября в Национальной библиотеке Армении открылась выставка, посвященная 225-летию первопериодического издания армянского издания «Аздарар». Мгер Казинян, сотрудник отдела библиографии и литературы библиотеки, рассказал Армен Прессу, что «Аздарар» был издан в 1794 по 1776 годы в Мадрасе, Индии. Редактором был культурный и общественный деятель Арутюн Шмагонян. Говоря о выставке, он сообщил, что «Аздарар» представлен согласно определенной классификации содержания печатного материала. Например, «Аздарар» в периодических изданиях, журналах, библиографиях, энциклопедиях и «Аздарар» в исследованиях», отметил Мгер. Казинян подчеркнул, что на русском и английском языках также были представлены материалы, связанные с «Аздараром». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Сасун Дукхо Секлернеш». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Оставайтесь с миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова